Ребята, всем привет, а мы продолжаем играть в игру, которая называется Strange Horticulture, и у нас сегодня, кажется, день 13-й, среда, да, всё так, всё так и есть. Подвину лампу чуть-чуть, включу секундомер. Столько дел, столько дел, блин, село записываться, лампа не подвинут, секундомер не включен, ой-ой-ой. Так, всё, всё налажено, врываемся в новый день, нам в прошлый раз дали вот эту карточку, я не знаю пока, что она значит, Эндмур, Ворон Паук здесь написано, давайте посмотрим, Эндмур, во-первых, где, вот Эндмур, Ворон Паук, Ворон Паук, может быть здесь где-то есть Ворон Паук, здесь есть Ворон, и Паук, кстати, тоже есть. Это значит, что... Так, это значит, что... Два растения, что ли? Ну давай попробуем Эндмур, Ворон для начала, ничего интересного. Что за обман такой? В смысле ничего интересного я разгадала? Может быть Ворон, Паук, а это что-то посередине? Давай сейчас в Паука сходим, посмотрим, что там. Странно. Может быть... Ну ладно, ща, ща. Чё гадать, сейчас сразу ворвёмся на карту, да посмотрим. Так. Ворон, Паук. Ну смотри, тут между Вороном и Пауком здесь есть Трезубец и Пентаграмма. Ворон, Паук. Ну давай вот, Паук. Эндмур, Паук. На северо-востоке через реку виднеется Сайзер. Ну, то есть там тоже ничего нет. А в чём же тогда прикол? В чём прикол, игра? Ворон-паук. Я просто сейчас боюсь, что сейчас начнётся новый день, и я как раз останусь... Где моя лейка? Чудо-лейка спряталась, глянь. И я останусь без какого-то классного растения. Что может значить вообще, если мне дают две клетки? Я туда иду, там нет ни одного, ни другого. Ворон-паук. Толстый свинь, но паук. Тут ещё и картинка. Может, посветить надо? Нет, тут ничего нет. Эндморф. Ворон-паук. Эндморф. Может, тоже по буквам что-то? Ну, вообще странно. Если мы уже должны использовать эту штучку... Посередине между вороном и пауком... Ну, вот Кендалл тут стоит. Ну, вряд ли нам туда, да? Магазин лечебной травы? А я тут была? Я вас знаю, говорит... Так, ладно, подождите, я не помню, это было или нет. Магазин лечебной травы находится сразу за Black Hole Road. Я вас знаю, говорит мне мужчина за прилавком. Видимо, это и есть Роберт Бэру. Он в курсе, что мне принадлежат загадочные растения. Два часа спустя, после увлекательной беседы, посвящённой всевозможным вопросам ботаники, мы договариваемся... По-моему, это было. И он хочет медный каледонец. А я что, в прошлый раз не дала ему каледонец? У меня нету, что ли? Или там можно несколько раз приходить к нему и меняться? Медный каледонец. Гриб, смотри. Красные споры. Знаю такой гриб. У меня есть каледонец. Вот он, на. О, у меня три цветка дал? Здесь уже всё исследовано, я ничего не найду. А, так не дал ничего. А зачем мне тогда... Игра! Бесишь. Вообще не понимаю. Ну ладно. Пусть придёт человек. Пообщаемся. Может быть, вот эта как-то фигня работает, смотри. Нет? Слышали про женщину в маске? Только представьте, какую властью она обладает. Можно подчинять себе целые народы, стать богом на земле. А то создание гигантское, неистовое. Говорят, оно во всём повинуется её воле. Так, ты кто? Из сект, что ли? Мне бы такое не помешало. Завтра я встречаюсь со свёкром. А, всё понятно, я вас поняла. Придётся обойтись щавелем маргариточным. Надеюсь, переживу. Ща найдём. Ща найдём тебе щавель. Щавель, подожди. Сопельник какой-то. Щавель маргариточный. Предаёт храбрости. Выпивали его перед битвой. Это всё? Это всё, что вы мне можете сказать? А, вот он. Вот, на. Есть у меня такой. Мертвятские пальцы. Так. Щавель. Подожди, надо подписать. Щавель. Щавель. Подожди. Стой. Щавель. Маргариточный. Дальше. Надо ещё, да, этих зелени наварить. Это письмо доставили весьма необычным способом. Адрес не указан. Написано только цветоводу. Вот так, с ошибкой. Полагаю, это вам. Ну, скорее всего. Я тот ещё цветовод. Если вы разбираетесь в растениях, это письмо для вас. Посвятить надо, да? Ага. Хо-хо, вы поняли, как он работает? Да-да, он работает, он работает. Ищите к северу от Боуфелла, рядом с истоком реки Эск. Никто не знает, что оно там растёт. Это будет наш секрет. Хо-хо. Ну, пойдём смотреть. Боуфелл. Что это? Так. Дай сюда. Боуфелл. Боуфелл. Что такое Боуфелл? А, Боуфелл. Ну, какая разница. Боуфелл я тоже не вижу. Так. Что-то сегодня я не так легко расправляюсь с загадками, как в прошлой серии. Боуфелл нашла. К северу, рядом с истоком реки Эск. Север. Исток реки Эск. А что здесь Эск? Ну, исток вот это, скорее всего. Разумеется, я нахожу здесь растение, которое мне ещё не встречалось. Прикольно, кстати, выглядит. Так, а щавель надо на полочку поставить. Где-нибудь вот здесь, где ещё нет такая густонаселённая полка. Так, эти все стоят. Давайте попробуем зелье какое-нибудь сварить. Так, это всё. Это в архив. Блин, с пауком вот непонятно. Ворон-паук. Я была и там, и там. Что он от меня требуется? Этот могущественный эликсир... Так, это эликсир проклятого. Могущественный эликсир, приготовленный из арбутум алла крита, смакулосус ретень... Ням-ням-ням. Именно с фортис весьма опасен, требует особой осторожности. Считается, что человек, оказавшийся на пороге смерти, может избежать её с помощью этого эликсира, однако лишится души. Испивший имеет безвольный и растерянный вид, и его уже не вполне можно назвать живым. А нафига он нужен тогда? Ну давайте сварим. Мы же травник слэш зельевар. Нам такое пригодится. А они вот, интересно, по алфавиту... А, ну они по алфавиту на русском. А как мне понять? Мне всё, что ли, листать? Арбутум, макулосус и мэнс. Я долго так буду... Ну ладно. Ладно, посмотрим. Так. Так. Не оно. Так, дрантиум. Есть, один нашла. Дрантиум. Дрантиум. Сейчас, постой тут пока. Дрантиум. Сюда идёшь. Это последний. Ещё нужен Арбутум и макулосус. Ищем. Арбутум нашла. Это кабалия. Есть у меня кабалия. Ну пойдём всё проверять. Недавно её кому-то выдавало, кажется. Кабалия. Так, кабалия. Есть. Это Арбутум. А мне, значит, нужен ещё макулосус ретинентия. Ретиненция. Макулосус. Где ты, макулосус? Нашла? Клохтанка. Ох, нифига себе. Плод клохтанки оказывает поразительное действие на нашу память. У клубневидной луковицы необычная структура. Она растёт неравномерно, поэтому в разрезе она полосатая. Когда верхний слой становится упругим синий-зелёным, растение готово к сбору. Это не вот это ли фигня? Вот это. Видимо, нет. А как я пойму, что у неё луковица упругим и синий-зелёным? Клохтанка. Вот это, может, клохтанка? Луковица твёрдая, бирюзового цвета. Ну, вообще, похоже. Давайте попробуем. Ну, смотрите, галка, кстати... Ну, если галка встала, значит, всё правильно. Эликсир проклятого получается. Мы создали. Так. Мне кажется, ну, если бы я бы неправильно сделала, мне бы галку не поставили. Так, эликсир проклятого. Отлично. Клохтанку надо подписать. Как? Где она, блин? Куда делать? Вот она. Так. Сюда. Клохтанка. Отлично. Сюда, пожалуйста, на полочку. Это сюда. Это в архив. Что у нас по второму? Эликсир цветового квентина. Приём всего эликсира позволяет преодолеть страх. Однако, нужно заметить, что страх не всегда бывает вреден. К примеру, не следует употреблять эликсир, стоя у обрыва. Ну, типичная ситуация. Стоишь у обрыва, дай-ка что-нибудь выпить. Пятиконечный лист придаст храбрости. Красный цветок защитит разум, а плот коробочку добавляют на удачу. Блин. Тут, кстати, сложно будет. Пятиконечный лист. Пятиконечный это типа звёздочка, да? Ну, знаете. Иоаннов маг. Я этот Иоаннов маг всем пытаюсь продать. Значительно улучшает слух. А там надо храбрость придать. Подожди. Пятиконечный лист. Пятиконечный. Пятиконечный это звезда. Я немножко разбираюсь в звёздах. Я знаю, что у звезды как раз пять концов. Ну, как выглядят эти конечные. Вот этот, что ли? Астория горная? Ануксь. Так, астория горная. Прибавляет уверенности. Да, смотри-ка, умение убеждать. Анук, давай сюда. Иди сюда. Красный цветок защитит разум. Что у нас есть? У нас есть из красного Иоаннов маг. Продолжаем, продолжаем его впаривать всем. Так, Иоаннов маг. Он улучшает слух. Нет, не защищает он разум. Что ещё у нас есть? Вот какие-то красные цветы неизвестные. Яркоглаз есть. Так, яркоглаз. Давай сюда. Видеть в темноте. Нет, это не оно. Каплесбор. Ох, сейчас мы тут что-нибудь прям намутим. Прям чувствую, откроем вторую лавку. Потому что зелий будет столько, что все не поместятся. Кстати, давай все эликсиры в одном месте где-нибудь хранить, чтобы не потерялись. Каплесбор. Пользуется большой популярностью. И всё, да? Ясно. Это не оно. Вот красная. Несмеяночка. Несмеяночка, по-моему, у меня просили что-то искать. Золото, что ли? Что она там ищет? Я не помню. Да, золото. Это не оно. Красный. Красный нужно. Красный. Гентия Королевская. Но это не красный. Гентия Королевская. Так. Цепки, побеги, ловкохват. Нет, фигня какая-то. Красный цветок защитит разум. Но у меня их тут уже столько, что я заколебусь про всё это читать. Подожди, а плод коробочка ещё, да? Плод коробочка. На удачу. Коробочка. А как выглядит... Ну, я представляю, как выглядит коробочка, конечно. На удачу коробочка. Угу. Так. Ну, это всё цветы. Тут нет плодов. Не коробочек. Акурия. Ну, это тоже цветы. Ммм... Это ягоды просто. Здесь посложнее, конечно. Мало того, что я не знаю, как выглядит коробочка. Довольно пахучий. Листья в форме сердца. Крупный пестик. Ладно. Я, наверное... Наверное, я пока не могу сделать эликсир святого Квентина. Мы его пока прибережём. Надо запомнить про историю. И, в общем-то, приглашаю следующего посетителя. Мне кажется, пока мы не поймём ещё с вот этим вот. Мой муж любит ходить за грибами, но те, что он нашёл во время последнего похода, выглядят подозрительно. Он бродил на другом берегу озера, в лесах к западу отсюда. Собрал целый мешок необычных грибов. Говорит, они съедобны, но я в это не верю. Я хотела принести вам образец на проверку, но он не спускает с них глаз. Боится, что я их выброшу. Вернусь завтра. Так, мистер Данн, пойдём сходим за грибами. Так, грибы. Грибы, грибы. Леса к западу от Андермира через реку. К западу это вот сюда. Здесь? Грибы! И как это от меня ускользнул такой кладезь? Сперва их сложно разглядеть, но постепенно начинаю видеть их повсюду. Реально, глянь, грибы. Ну, прикольные, кстати. Выглядят симпатично. Губчатая поверхность. Ага. Следующий. Лорд Фремонт сказал мне, что ему удалось найти для вас сведения о служителе. Я же обшарила всю библиотеку, но нашла только плесень. Его может удалить благовонница. У вас она найдётся? А почему у тебя гаситель написан, если ты пришла за благовонницей? Ты какая-то самая подозрительная. Так, благовонница. У меня нет, у меня нет благовонниц. Гаситель есть. Давай. Гаситель. Многие растения полезны для воздуха, но гасителю в этом смысле нет равных. За благоухающую свежесть, которую растение распространяет вокруг себя, его ещё называют благовонницей. А, ясно. Так, да, ясно. Считается, что множество коротких листочков растения очищают воздух от вредных веществ. Множество коротких листочков. Вот это что ли? На, гаситель. Это не гаситель? А выглядел, как гаситель. Гаситель. Ну ладно. Так. Гаситель. Он же благовонница. Так, а что я там набрала? Подожди, банди кислые. Это не вот эта вот фигня? Крупный пестик. Очень кислый привкус. Мне кажется, это вот это он. Я просто сразу его узнала. Банди кислый. Звучит, как будто это кличка бандит какая-то. Привет тебе от кислого. Так, следующий. Лорана Чапман. Через три дня моя кузина выходит замуж. Может, у вас есть сопельник? Если есть, мне не придется искать его самой. Вы не знаете мою кузину. Поверьте, ради нее можно не стараться. Это типа она ей в букет набирает сопельник. Ну, звучит так себе. Это не грипп, я надеюсь. По традиции, сопельник используют как украшение время свадьбы. А-а-а! Считается, что он укрепляет отношения. Так, я была несправедлива к нему. Небольшие чешевидные цветки, расположенные крест-накрест, обычно свисают вниз. Это помогает им избежать попадания воды и облегчить доступ к насекомым-опылителям. Свисают вниз чешевидные цветки. Вот эти, что ли? На! В смысле от него? Ну, вон, смотри, листья в форме сердца, потому что свадьба, потому что любовь. Он укрепляет отношения. А вот сопельник, нет? А, подожди, там крест-накрест было написано. Вот это, может, крест-накрест? Подожди, вот это сопельник. Изи катка! Так, сопельник, подожди. Сопельник, ага. Отлично. Конец дня. Блин, мы не разгадали загадку с Эндмором, Пауком и Вороном. Меня это прям расстраивает. Восемь миль к востоку. О, у меня есть монетка такая. Пастух наблюдал, как она собирала нужные листья и травы. Шли часы, солнце село, но она продолжала свою работу при свечах. Порой она сидела неподвижно, а порой кружилась меж камней в неведомом танце. Перемена произошла внезапно, но столь незаметно, что поначалу тайный зритель даже не обратил внимания. Но вот потом... Загадки. Загадочные загадки. День 14-й четверг, дождь идет, слышу. Так, сразу идем сюда. Значится, у меня есть вот это. Подожди, подожди, вернись. А монетку? Мне нужна монетка. Так, значит, смотри, монетка у меня есть. И вот, видишь, видишь, что? Это Госфорд. Госфорд. Восемь миль к востоку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Глядя на тихую черную гладь озера, я словно погружаюсь в медитативный транс. На берегу кое-где растут незнакомые цветы. Два штука, между прочим. Вот такой и вот такой. Хорошо. Ладно, погнали. Как мне решить вот эту с вороном? Представьте, он наелся этих проклятых грибов. Разумеется, теперь ему плохо. Можно что-нибудь сделать? Он весь позеленел, я волнуюсь. Так, нужно выяснить, что за грибы он съел и какое растение нейтрализует действие яда. Лучше всего заглянуть в книгу о ядовитых грибах. А у меня вот такое, кстати, есть. Так. Подожди. Он ел вот эту фигню, правильно? У меня есть, кстати, и шляпка кардинальская. Вот кардинальская шляпка. Это не она. У меня есть странствующий гриб. Нет, не подойдет. Закатная вершинка у меня есть. Угу. Это значит не он. Потом. Какие у меня еще грибы есть? Грибы, 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 грибы. Грибы, грибы, медный каледонец у меня есть. Это не он. И, 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 и. Короче, выбор стоит между весенней овощанкой и бедой землепашца. Давайте посмотрим. Весенняя овощанка. Съедобный гриб. В смысле съедобный? Побывает смертельно ядовито. Тут написано, что она смертельно ядовито. Какая она? Губчатая поверхность. Беда землепашца. Землепашца, давай посмотрим. Хороший гриб бедой не назовут. Губчатый гриб, оказывающий мощное воздействие. Безопасен исключительно в малых дозах. Ненадолго наделяет невероятной силой, из-за которой, однако, приходится расплачиваться сильнейшей усталостью, когда действие заканчивается. Да, бывает такое. Это кофе, когда выпиваешь, и такой Ух, какая невероятная сила! А потом действие проходит, и все. Беда землепашца. Гентия. У меня есть гентия, сейчас тебе дам, подожди. Гентия королевская. Вот она, на. Живите долго и счастливо. Грибы больше не ешьте. Текст. Форестфа... О, ну ты что, без глаз-то вернулся? Я побывал на горе Блэкомп. Я пережил бой со служителем, но и мой противник остался жив. Его нужно одолеть. Однако к своему стыду я выхожу из игры. То, что я видел, слишком ужасно. Душевный покой мне вернет только эликсир святого Квентина. Да я не знаю, как сделать эликсир святого Квентина. Друг мой. Я не знаю. Плод коробочка, блин. Цветы розовые. Это гентия. Пока я не разгадаю вон ту загадку, ничего я тебе не смогу дать. Хотя я... Красный цветок. Я красный цветок-то не нашла. У меня есть один красный цветок, вот этот. Я до сих пор не знаю, что это. Блин, ну я могу пролистать все. А могу попробовать разгадать загадку с Эндмором. Может, что-то нужно из трех как-то это... Ну, здесь элементарная какая-то загадка должна быть. Эндмор. Ворон. Паук. Треугольник получается. Может быть, что-то где-то посередине треугольника. Это получается вот этот 25, а этот 29, да? Ну, а как я тут выберу? Какую мне тут кнопку выбрать? Зачем мне... Вот и я не знаю, зачем ты здесь. Давайте попробуем по книжке понять. Пятиконечный лист, это мы поняли. Это история. Это мы разобрались. Подожди, а у нас еще вот такая есть штука. Что она значит? Блин, там надо подобрать какой-то цветочек? Серьезно? А что мне это не сказал? На, цветочек. Блин. А так похож был. А как понять, какой цветок-то нужен? Там, может быть, что-то лежит, какая-то подсказка на ворона. Так, сейчас, погоди. Я найду. Но это не такие листья. Вот та первая штука идеально подходила. Почему нет? Запах довольно неприятный. Запах свежий, приятный. Но это не она. Меня сейчас отправят собирать опять этот. Собирать круг. Значит, я не нашла. Это другая загадка. А если я не смогу ее решить? Вы что? Что делать? Подожди. Подожди. Просто надо подобрать нужный этот, что ли? Ну, вот он. А, все, я поняла. Я, в принципе, поняла. Хорошо, давай, ща. Ща сделаем. Ага. Это попроще, кстати. Или нет? Так. Это F и еще с палкой посередине. F, точнее, и с палкой внизу. Вот так. Вот это, что ли? Все нормально. Но у меня все еще нет этого цветочка. Который нужен, чтобы открыть шкатулку. Ладно. А что мне? Мне это отдали, чтобы что? Я... Ладно. Так. Красный цветок защитит разум. То, что скрыто. Экстрасенсорные способности. Уверенность. Восстановление памяти. Тревога. Так. Хранить тайну. Ага. Вызывает страх. Улегчает симптомы инфекций. Умственные способности. Ага. А что там еще нужно? А, плод коробочку на удачу. Хорошо. Удачу тоже запоминаем. Так. Гэнди корень. Щеварительное расстройство. Дендра. Ага. Психические способности. Мучительно умирает. Не, не подойдет. Сгоняют растений. Сгоняют растений. Сгоняют духов. Так. Отгоняют насекомых. Улучшает слух. Это Иоаннов маг наш любимый. Помогает мертвым обвести покой. Усыпляющая. Сгоняют насекомых. Ага. Ага. Лекарства. От похмелья. Замки. Клохтанку я помню. Калдерия. Ага. Ага. Правдовидец. Нет. Не подойдет. Болезни сердца. Бодрость. Раздражение. Омолаживающее действие. Пробирает дрожь. Проясняется разум. Надеюсь, защитит разум. Принесет удачу. Нашла. Так, смотри. Это овечий улов. Зеленые плоды коробочки покрыты толстой скорлупой. Шарики байона. Там просто шарики должны быть. У меня нет такого. У меня нет такого, как я и думала. У меня нет ничего с шариками. У меня есть вот грибы страшные. Я их вообще не заметила на черном фоне. Короче, надо как-то запомнить, что это овечий улов. Это третий компонент эликсира святого Квентина. Хорошо, у меня его нет. Давайте дальше. Несварение. Паралитическое действие. Так, светится в темноте. Вот, смотри. Оберегает от душевных болезней. Продолговатые листья, между которыми тянутся тонкие стебли. Свечница. Красный цветок. Ну, реально красный написано. Продолговатые листья, длинные стебли. Мне кажется, вот эта свечница. Нет? Продолговатые листья, тонкие стебли. Похоже на правду. Короче, мне не хватает только этого самого. Только овечьего... Как оно называется? Все, потеряла, блин. Овечьий улов. Вот. Овечьий улов стопудово хранится по вот этой карте. Стопудово. Овечьий улов. Эндмур, ворон, паук. Так, ладно, идем обратно сюда. Тут должна быть какая-то элементарная вообще фигня. Ворон и паук. Давайте в Эндмур нажмем. После приятной прогулки по деревне выхожу на пахотные угодья. Для ботаника это поле не представляет интереса. Здесь только бродят овцы, да перекосившийся пугало взирает на меня со своего шеста. Я замечаю, что на нем подобие формы продавца. Правда, наряд растерял былой блеск. Кого-то он мне напоминает. Ясно. Так, ладно, я, наверное, сейчас опять полезу в дебри интернета искать, как решить эту загадку, потому что я не понимаю. Но сначала надо полить цветочки. Короче, ребята, оказалось, что все было достаточно просто. Если вы догадались, вы молодцы. Если не догадались, ну, значит, мы с вами одинаково так себе. Короче, мы сначала идем в Эндмур. Мы перемещаемся на клетку ворона, а потом выбираем клетку ворона и перемещаемся на клетку с пауком. Вот и все. Было просто. Это правда. Поблизости кричит невидимая галка. Среди высокого бурьяна проступают древние камни загадочной формы. Кое-где встречаются другие растения. Ну, давай. Вот он. Все. Найдено. Так, это... Как он там называется? Овечья... Овечий улов. Сразу сейчас мы его... Тэг на него повесим. Овечий улов. Во. Все. И тогда получается, что у нас вот это, вот это и вот это. И это должен быть эликсир святого Квентина. По идее, если я все правильно сделала. Ошибка? В смысле? Не эти красные цветы, что ли? Неужели? Так, а что там было? Подожди. Я забыла. Пальцы, огнивец, свечницы. Вот это я решила. Оберегает от душевных болезней. А мне что дали вот это? Но это не красный цветок. Может, не она? Может, я не долистала? Утоление боли. Синий орликин. Невидимка. Снимает порчу. Соломоновский петер. Это вот этот, да? Так, сопельник я помню. Стуриан. Трауза обыкновенная. Тревоги. Царица лета. Щавель. Ага. Так все, больше ничего нет. Значит, это правильно я выбрала. Просто не тот цветок. А где мне взять тот? Свечница. Стопудово. Красный цветок. Продолговатые листья, между которых тянутся тонкие стебли. Ну это вот оно! Что тебе не нравится? Другого красного цветка у меня нет. Есть еще вот этот. Но это красные плоды. Это не красный цветок. Да и стебли там не тонкие, как бы. А эта штука сама вылетела, да, оттуда? Или это я ее убрала, да? Стоит пойти в лабораторию, как следует изучить рецепт. Да я изучила! Я не понимаю, что за красный цветок и почему у меня его нет. Может быть, эту коробочку надо открыть? А чем мне ее открывать? Прикажете! Короче, ребята, казалось, что я все правильно делала. Это свечница, и я неправильно выбрала первый цветок. Короче, пятиконечные листья, оказывается, это не вот это пятиконечные листья, да? Как вы могли догадаться, потому что их здесь шесть. А у щавеля вот у этого пятиконечные листья. Ну, извините, извините, мне вообще не стыдно. Эликсир святого Квентина. Вообще не стыдно. Как это можно было догадаться? Вот предыдущую загадку можно было бы не подсматривать. А вот эту, мне кажется, ну, извините, извините. На, дядь, ты тут сколько стоишь-то уже? Два часа? Устал уже, не бойся, дипсиди. Симпатяжник. Так, надо свечницу подписать, я ее правильно все-таки вычислила. Не-не-не, это не оно. Это не оно. Да, подожди ты. Отцепись. Вот это. Просто кто-то не умеет считать немножко. Казалось, что их там пять, а их там шесть. Да, стой, мне туда не надо. Бывает. Бывает всякое, что поделаешь. Живет у нас в городе один отвратительный субъект. Его зовут Изидор Берпич. Да, знаю, он кота моего не любит. Вчера своими глазами видел картину. Он наклонился к собаке, вроде как погладить. А потом ударил со всей силы. Уж, живодерина. Я тут же ринулся к нему, а он и слинял, поджав хвост. Ничего, когда-нибудь ему это аукнется. Саджил чаша. Ну, пойдем. Саджил есть такой. Чаша. Вот это чаша. Подсказка чаши приводит меня в одно местечко у реки к югу от Саджила. По обеим сторонам русла лежат замшелые бархатистые камни. Благодаря близости к воде в зеленой траве на берегах пышным цветом расцвело одно грозного вида растения. А ну-ка, покажите. О, ну правда грозно. Это какая-то венерина мухоловка. Рубан, здорово. Как расследование? Верона говорит, что вы собираете растение для ритуала, который поможет одолеть то существо. Я хочу внести свою лепту. По рассказам Вероны, мне показалось, что для ритуала понадобится это растение. Только я не знаю, где его искать. Ловкохват. В форме сердца. А у меня есть такие. Вот это, наверное, ловкохват. Блин, а мне надо было это все записывать, какие мне понадобятся растения? Или мне потом подскажут? Зная эту игру, тут мне никто ничего не подскажет. Мне встретилось вспоминание растения, которое помогает найти золото. У него красные свисающие цветы и листья с узорными краями. Да, есть такое. Несмеяночка, кажется. Несмеяночку у меня тут каждый второй заказывает. Что за золотая лихорадка у вас тут? На. Не смешно вам должно быть. А, затянулась эта серия из-за загадок странненьких. Так, что-то новая карточка. За спиной девушки стала подниматься костлявая тень. А вслед за тем опушку огласил низкий утробный рев. Постук без раздумий пустился прочь, чувствуя, как кровь станет в жилах. Но далеко убежать ему не удалось. Вот так вот. День пятнадцатый. Пятница. А продолжим мы пятницу с вами, ребятушки, в следующий раз. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.